итак всем привет сегодня на ю тубе увидел ролик как колить ножи и клинки и так далее тамески граффити с точки зрения практичности скажем так мне не понравилось потому что там колется максимум миллиметр кромка тока и получается что после каждой заточки нужно его перекаливать это при том если это способ действительно действует то есть колется вон ну то ладно я подумал о том а почему я туплю дай-ка я людям покажу то что я делаю как я себе делаю инструменты стамески резцы и так далее вот у меня сын точек ну тоже занимается на токарном деревообработкой вместе со мной и у меня вот есть такой месель он для него большой неудобный говорит короче неудобно мне им работать мне нужен поменьше и я решил сегодня сделать ему вот такой вот вот уже считаю почти готова как раз я вам сейчас покажу как я его колю и после закалки после закалки он станет у меня вот так же работать как и мой показать и эта закалка держится довольно таки долго строгает как рубанок ну еще я решил ему чуть-чуть потоньше сделать этот месяц у меня он 10 миллиметров с рессоры а ему нашел рессору 7 миллиметров так вот у вас вот короче режет работает все отлично мне нравится и надолго хватит так а теперь мой способ как быстро даже в течение нескольких секунд можно сказать закалить этот металл поколю я все с помощью электросварки обычной переменки трансформаторной так как у меня инвертор в ремонте и уже не один месяц нашими мастерами я опять вернулся к трансформаторной сварки к переменке электродом прогреваю кромку ну как раз вот это вот примерно как заточено я прогреваю электродом это место пока грею она раскаляется ну и колю а потом слегка уже нагреваю также электродом и отпускаю дальше идет за . и шлифовка главное в этот момент когда шлифовать будете и точить не перегреть ее опять то что придется всю процедуру заново переделывать вот и тут получается что если вы знаете что такое лемех сплуга или лапка культиваторная вы знаете наверно видели на них на пайке ну там металл конечно наплавляется не с обычного электрода другой ну они и лапки эти работают по 12 по 24 часа в сутки в земле пашут землю и хватает скажем так не на одну неделю пока они стираются из-за того что разные металлы то есть вот я сейчас заточил кромку острую сделал теперь я с этой стороны наложу сварочный шов тут будут разные металлы вы на замечали что сварка плохо сверлится не все резцы ее на токарном берут сварку и так далее и тому подобное то есть отсюда сделать можно вывод что сварка сама по себе крепкая даже без закалки и плюс мы еще закалим и получится здесь два разных металла и будет работать принцип культиваторные лапки вот этот металл будет стираться быстрее чем наваренный и поэтому между ними будет сюда острая кромка всегда то есть надо будет намного реже точить он как сама задача учиться получится резец то есть эта сторона вас террация а эта сторона будет оставаться и здесь будет посередине острая кромка всегда вам надо будет потом только лишь слегка подводить но это уже будете смотреть по обстоятельствам и так начинаем я сейчас своей грудью прикрою от сварки камеру а то что это не переживаю ну и в общем то сразу же вы видите результат колить я буду в масле в этом масло стоит банки так творческие нехти поэтому не обессудьте если сразу что-то у меня не получится людей очень то ладно так болтаться все будет играть подготовился извините как-то так греем электрод закрыл камеру ладно я сейчас объектив закрою на несколько секунд извините меня пожалуйста как только буду скалить я сразу открою камеру так быстро его показываю видно да что металл нагрелся очень даже прелестно а теперь калим опа извините материться не хотел просто все внезапно получилось стреляется да если что закалки я делаю не так поправьте меня в комментариях научите уму-разуму хотя сколько роликов я смотрел на все свои специалисты масло стало как вода жидкая так готова вот такая как а получилось теперь у нас видите да но это совсем не страшно главное что у нас теперь так вот здесь вот полностью напаяна сварка все это выводится карбороном болгаркой шлифмашинкой у нас получится режущая кромка конфетка но это все я вам покажу затягивать не буду я буду показывать только конечный процесс через результат я не буду показывать как тачу шлифую и так далее так сейчас нужно будет еще отпустить отпустить для отпуска как раз можно прогреть здесь с этой стороны так итак продолжаем наш разговор сейчас я прогрею уже следующую сторону вторую слегка чуть поменьше для отпуска так камеру опять надо же закрыть извините на чуть-чуть так ну все нож красноватый нож чистомеска наша если вот смотрите слегка красный перевод пускаем у вас сейчас даже не загорелся хорошо и вы знаете на youtube смотрел это много роликов про закалку тоже сколько роликов столько и мнений каждый колит по-своему на собственном опыте а я когда-то по каналу discovery смотрел передачу и там показывали как колить честно сказать уже забыл цифры какие градусы говорили но по цвету совсем не так как на ю тубе колят то есть первый раз калим именно очень-очень ярко-красный ну в общем-то граничащие желтым там с белым цветом нужно нагревать хорошо больше 1000 градусов надо нагревать а второй раз градусов где-то 800 наверное короче чтоб он розовый был металл и первое что я так сделал зубило она у меня до сих пор его точу раз в год наверно так ну вот что у нас получилось такая вот как а пока он с нее делать конфетку итак я сейчас вам покажу уже следующий кадр когда отшлифую болгаркой то есть края с виду выведу ровно лезвие так далее вот тогда мы с вами встретимся и так вот что получается после наждака и болгарки он считаю у нас стал таким же как был до того как я начал его обваливать но в отличие только отличие одно что у нас теперь с двух сторон здесь лежит слой сварки здесь и здесь при том каленой сварки так еще не забыть вышли на знаете да что когда обтачивать будете на карбароне или наждаке ну на наждаке на болгарки обязательно охлаждать чтобы не сжечь вот и теперь дело осталось только за шлифмашинкой шлифмашинка я сейчас подведу все это блеск лоск на виду и как раз заточу я потому что сейчас он еще тупой наждаком так не заточишь как нужно и выведу ровно эту грань лезвие и тогда мы с вами еще раз встретимся и так вот я вернулся с конечным результатом и вот у нас что выходит то есть можно сказать ничем не отличается от того который показывал первый раз режет также закалка так я не стал вот эти стороны вот эту шлифанул потом смотрю тут как раз так чтоб вам показать вот видите место где сварках расплавила металл то есть я не стала и зашлифовать специально что показать что это это тот же нож который я делал вернее весель с этой стороны не стал вот оно место нагрева еще один плюс в такой закалки забыл вам сразу сказать что например инструмент стамеску и так далее не обязательно вынимать ручку снимать не обязательно то есть нагрев происходит локально очень быстро и ну очень быстрый срок за короткое время и весь металл не прогревается до того чтобы сжечь дерево чтобы она выскакивать начала то есть здесь она остается холодной с того момента когда вы начали варить напаивать и до момента когда пустили в масло у вас проходит совсем мало времени меньше мин до меньше минуты конечно выйдет и вот таким способом можно даже кое-что ковать ну если там что-то мало маленькая надо расплющить там или так далее то и можно ковать еще я вам покажу один скажем так лайфхак забыл забыл я сразу про него сказать да что можно еще сделать с помощью сварки то есть то что я делаю сейчас покажу короче все смеси лим разобрались закалка отличное держит отлично у нас теперь здесь два слоя сварки по краям в середине остается металл короче режет отлично дерево смогу показать даже на той же самой деревяшки вот он же он вырезается он режет и его долго не тупится того главное вот так а сейчас я вам покажу еще одну штуку что я делаю со сваркой в чем она мне еще помогает кроме собой сварки и так вот вам еще от меня один секрет секретный секрет многие на эти пользуются но многие не знают сварка помогает мне гнуть довольно таки внушительных размеров прутья арматуру и так далее именно в том месте где мне это нужно и под любым углом то есть прогревая сваркой место какое-то определенное я в этом месте его спокойно руками сгибают на тот угол который мне нужен но сейчас вам это покажу вот у меня в тесах зажат 14 пруток сейчас я на его примере покажу как я это делаю наметил место где мне надо согнуть его и просто сваркой прогревают до тех пор пока он станет красным и делаем вот так и все сейчас покажу пожалуйста я с него него не выжиг лишнего металла потому что варил ну не резала варил и дугу стараюсь держать как можно длиньше то есть на грани уже что вот потухнет а дуга и получается что наваривается мало а прогревает хорошо еще не нужно греть именно в одном месте как я сделал это сейчас то есть ну в одном месте желательно пару сантиметров чем толще прут тем длиннее надо прогревать чтобы металла так не тянуло потому что если в одном месте только греть его может порвать когда вы будете гнуть он порвется у меня не порвался еще не успел но возможно если пьяхнул 90 градусов но это сейчас спешки просто для вас показывая ну в принципе и вы поняли да что я хочу вам донести то есть металл прогрел и согнул и намного толще ну вот этих вот особенно мне такое пригождается когда в ремонте машины например трактора нужно согнуть торцовый ключ потому что так его не согнешь сломаешь или ключ или тиски а прогревая я его запросто гну в любую сторону и подлазью куда мне нужно ну вот на этом наверное все да не наверное все ставьте лайки подписывайтесь на мой канал лайков чем больше тем лучше это сподвигает меня на создание новых видео все всем спасибо и большое спасибо тем кто уже подписался на мой канал следите за моими видео спасибо всем пока